Чудо Что играешь с огнем, знаю, что играешь со мной, вижу Но к тебе интерес не тает, кто бы знал, что им движет Для тебя вся жизнь театр, а у меня все опять криво Ты играешь в любовь, правда, делаешь это так мило Нежный, красивый, блестящий, ровный, бездушный, гулящий Кто же ты настоящий, ты уже сам не знаешь Снова меняешь героя, аплодирую стоя Пока ты кем быть решаешь, примеряешь Слушай, играешь чью роль, дай хотя бы намек Дай понять, кем быть с тобой, пока ты играешь чью-то роль Возможно, ты и есть тот самый урок, что нужно извлекать Я хочу наблюдать Как ты играешь Как ты играешь Как ты играешь Как ты играешь И играешь На грани в поло точно И давно бы ты шел лесом Но идея засела прочно Да смотри до конца эту пьесу Миллион слов масок Это так неоригинально Да выросла из сказок Но играешь, сука, так реально Нежный, красивый, блестящий, ровный, бездушный, гулящий Кто же ты настоящий, ты уже сам не знаешь Снова меняешь героя, аплодирую стоя Пока ты кем быть решаешь, примеряешь Скажи только, чью роль Дай хотя бы намек Дай понять, кем быть с тобой Пока ты играешь чью-то роль Возможно, ты и есть тот самый урок Что нужно извлекать А я хочу наблюдать Здравствуйте, это программа Время говорить Меня зовут Анна Бережная И сегодня мы поговорим с композитором Автором песен и певицей Аланой О Алана, здравствуйте Здрасте Ну, рассказывайте, с чего все начиналось Как стали заниматься творчеством Написанием песен Поделитесь с нами С чего все начиналось Несколько лет назад Я ехала за рулем своего автомобиля Что-то не зашло на меня Я думала о том, почему я не пишу Почему я не пишу Вот если бы я писала Пела-то всегда Думаю, если бы я писала То, наверное, я бы Пела на сцене А так куда И что-то начало Потихонечку строчки Какие-то приходить в голову Что-то вот Начало получаться Я сначала думала Что это так Все ерунда Что-то показала Какому-то близкому окружению Все говорят Вау, клево Вау, круто Да, ну как-то Вселили в меня уверенность В том, что это Что-то стоящее И после этого Да, вот как-то Начало-начало Какие-то поступенечки Преодолеваться Медленно Крайне медленно Потому что я считаю Что за это время Ну это было там Не знаю сколько лет Десять назад Можно было сделать Было написано песен Колоссальное множество И можно было бы Что-то делать Но я очень много времени Упустила И вот буквально Только недавно Начала это все записывать Ну уже вот На каком-то таком Маломальско Профессиональном уровне Понятно, что Совсем недавно Начали писать музыку Песни А все-таки Как давно музыкой В принципе занимаетесь? Я не знаю Что вкладываете вы В понятие Занимаетесь музыкой Потому что Ну Пела, наверное Я Как Всю жизнь Да, как родилась Пела Что-то пела Где-то там В школах Солировала На каких-то там Школьных концертах Там в шестом классе Попробовала себя В роли солистки Шутки ради И мне говорят О, будешь ты Солировать Ездили на какие-то гастроли И я все время Этим занималась Все время С детства мечтала Что я вырасту И буду певицей Буду певицей Просто потом Спустя время Какой-то Какий-то там Быт Получение Экономического Образования Какие-то там Не знаю Навязанные Какие-то стереотипы Условности О том Что надо Это все-таки Ну как так Надо заниматься Чем-то серьезным Пошла работать в банк И что-то как-то Отошла от этого всего Ну и плюс Как я сказала ранее О том Что я всегда думала О том Что певица Ну как Что значит певица Ну то есть Надо быть артистом Надо чтобы было что сказать Вот если будет Если когда Мне будет что сказать Тогда я скажу Ну то есть Я считаю Что я прежде всего Не пою А свои мысли выражаю Ну то есть Я свои какие-то Переживания Свои какие-то эмоции Возлагаю на музыку И тем самым Делюсь И иногда Это вот кому-то близко Ну то есть А так в принципе Всю жизнь Всегда всем интересно Как происходит Процесс написания Многие думают Что человек садится Начинает думать Писать песню Это же наверняка Совсем не так Говорите Приходят от строчки Какие-то мысли Наверное Чувства Ощущения Наверное Я какую-то Испытываю эмоцию Как правило Как правило Я испытываю эту эмоцию И я У меня стало уже Образом жизни Что если Если я что-то испытываю Я должна Это срочно Вложить В музыку И я уже Ну как-то Автоматически Начинаю Уже думать А какая-то Раз Музыка приходит Раз Какие-то слова Как правило Приходит все вместе Иногда бывает Просто музыка Иногда бывает Просто текст Ну как правило Вот что-то вместе Вместе Раз Начинается И я начинаю Это развивать 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 Нету такого То что Раз пришло Хотя и такое Тоже бывает Просто начинаю Писать 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 Но как правило Приходит какой-то кусок, и я его собственноручно начинаю развивать и превращать в готовую какую-то композицию. И самое лучшее — это эмоция. Я ее в постоянном поиске эмоций. Любая эмоция слушает каким-то толчком, и для меня это единственная причина написания какой-то музыки. Нет эмоций, пустота, ничего не будет, никогда ничего не случится. Главное, чтобы было что сказать. Одно дело писать для себя, а другое дело писать для кого-то. Я знаю, что вы писали песню «Даже без крыльев» замечательная песня для Никиты Рентьевой, для девочки, для ребенка. Вот как это происходило? Наверняка какие-то сложности все-таки были. Это же детская песня, она немножечко другая. Да, это очень такое знаковое событие в моей жизни в целом и в моей творческой карьере, которая, безусловно, для меня такой целая ступень, целый этап. Потому что раньше я ни для кого никогда не писала. И для меня, ну как я могу кому-то писать, как я могу за кого-то думать. И даже когда меня просили песни продать, отдать, как бы я на тот или иной момент, может быть, не нуждалась в каких-то заработках, а были действительно такие предложения, для меня это было абсурдно. Потому что как я могу свои мысли, как этот человек может мои мысли, мои переживания, мои чувства сказать. Какое-то время назад, весна прошлого года, точнее, со мной связалась мама Ники. Где-то она услышала мою музыку каким-то образом. Она говорит, мне так нравится ваш стиль, ваша музыка. Говорит, вот не хотели бы попробовать вот для юного дарования что-то сделать. Я изначально, ну, было бы интересно, но как-то так, подотнекивалась. Мы с ней, значит, она, что-то договориться, звониться позже, мы с ней поговорили по телефону. И я еду, это вот тот самый момент, я еду, и такая... Та-та-та, та-та-та-та-та-та-та... Прям уродилось. Да? И музыка, вот на тот момент не было слов, было... Да-та-та-та-та-та-та. Говорю, перезваниваю Ане, говорю, есть такой вариант музыки. Напеваю ей эту музыку. Она говорит, круто, мне нравится. Я говорю, хорошо, говорю, давай тогда с текстом повременим. И вот здесь у меня начался конкретный стопор, потому что что может сказать ребёнок? Восьми лет. Как? У меня тексты очень сложные во всех моих песнях. Я придаю им большое значение, я не допускаю каких-то случайных слов. для меня все имеет значение в моих текстах, и все достаточно сложно. А там это должно быть достаточно сложно, потому что это написала я, это все-таки моя работа, но это должна быть просто для того, чтобы это звучало из уст ребенка. И вот как-то, я не знаю, думала-думала и даже уже отошла от этого, а потом, спустя время, какие-то строчки начали приходить, даже если я не знаю кто ты, знаю точно, ты мой друг, и вот какие-то такие строчки, и опять-таки я ей написала, напела на диктофон, говорю, Аня, послушай, напела, она говорит, как круто. С тех пор, почему знаковые события в моей жизни? Потому что с тех пор я начала мыслить шире. Шел барьер, да? Шел барьер, ушли убеждения, я начала мыслить шире, я начала писать для других. Редко, крайне редко, то есть мне нужно эту эмоцию человека, то есть где-то на глубине, прочувствовать мне более шире, я могу вдохновляться людьми, их историями и писать им для них. И от этого я не чувствую себя какой-то ущемленной, зажатой или лишенной чего-то, нет. То есть это, наоборот, раскрывает мне какие-то горизонты. Это подарок, опять же, для людей, потому что не у каждого есть способность написать, а вы видите душу и открываете эту возможность для них. Да, да, и причем, когда мне говорят про песню Ники или вот про другие песни, какие-то, опять-таки, я рассказываю про девушку, которая, вот, не певица, которая написала, когда я ее спела, говорю, у меня есть такой вариант, мне нравится, если тебе не понравится, то, говорю, тогда я не буду писать ничего, не буду браться, потому что, говорю, ну вот это единственное, как я вижу, я ей напеваю, наигрываю, напеваю, она, ну, пускает слезу и говорит, ну, это про меня, это про меня. И вот так случается с теми редкими случаями, когда я пишу для кого-то, и когда люди пускают слезу, ну, это слеза не показатель, но я имею в виду то, что вот какое-то чувство, вот куда-то в глубину попадаю в то самое. А мне кажется, это как раз показатель, потому что именно это, значит, то, это то, что хотели выразить люди. Да, наверное, это вот когда, вот сам цель попадания вот куда-то туда, вот, значит, вот, значит, я верно мыслила, значит, вот, вот, вот там оказалось, да, оказалось где надо. Есть такой клип мифический, точнее, вокруг которого ходит много мифов, слухов, развейте их. Клип очень красивый, просто многие думают, что он снимался где-то за границей. Где же все-таки он снимался? Вот сейчас официально наши телезрители смогут узнать об этом. Настало время раскрыть карты. Да, нет, на самом деле, секрета никакого не было до этого, мы изначально оглашали о том, где он снимался, но это при всем при этом очень забавно, да, читать какие-то там в интернете информации о том, что он снимался где-то, да, остров, да, Нифаунлинг, да, там, и про Исландию говорят, и про Канаду везде, но не в месте назначения. Мы снимали все на острове Русском, дай бог памяти, бухта Вятлина, по-моему, называется, бухта, я не сильна в этих названиях бухта, к сожалению, там вообще, я сама не знала о том, что у нас есть такие места потрясающие, и когда мы запланировали это место, режиссер клипа привез меня, говорит, есть такое вот желание сделать вот здесь, а я смотрю, боже, какая красота, как это чудесно, и вот эти вот полузамерзшие такие берега, и вот все такое обледенело, очень красиво, и все снималось там. За исключением одного кадра в темноте в конце, когда вроде бы как такая энергичность, метель, это был наш самый первый отснятый кадр, и он снимался вообще где-то там на набережной, вот где-то туда далеко заезжать, мы вот где-то нашли просто узкое какое-то место, сзади подсветили фарами от машин, чтобы был такой свет, освещается, ну, то есть это снималось там в метель, жуткий холод. Получается же без одежды, насколько я помню, там. Идея была такая, изначально мы придумывали на ходу, но у петь, естественно, у режиссера была какая-то задумка уже по поводу этого, я особо не знала, я же обратилась, говорю, давай просто как-нибудь походим, там что-нибудь поснимаем, вот какой-нибудь снег проймаем, красоту, а в итоге развернули это вот в какую-то такую масштабную картину людей, она вот именно целостная, но я думаю, что она так и получилась. Очень здорово, мне очень понравилось. Адские холода, вот выбегали, терпели, морозились, нос перемерз, артикуляция вообще никакая. Петя говорит, ну-ка пропой-ка мне строчечку, говорит, какой-нибудь себе. Да, губы не шевелятся, наморозишься. Говорит, видите, мне кажется, у меня артикуляция нарушена. И в итоге мы нарезали, нарезали, и в итоге там есть в клипе припев, когда я начинаю в камеру петь, это просто потому что снег, и все говорят, ты так неестественно поешь, что вот как-то это, ну как-то типа не сходится. А я говорю, знали бы они, что я в этот момент ощущала. Ничего уже просто. Да, уже ничего, уже такое, можно было бы там, да, к стоматологу идти, все заморожено. Ладно, очень хочу узнать по поводу нового проекта с детишками, хор, знаю, вы готовите песню, точнее, песня уже готова, вы сейчас проводите кастинг. Прознали для клипа. Идея в чем? В том, что есть песня, которую я хочу, чтобы пела много детей, вот прям много детей. Эта песня как протест взрослым против того, что происходит в нашем мире. Мы соберем детишек по максимуму, кто-то кого-то поставим на главной солирующей партии, кого-то поставим на второстепенной солирующей партии, но их должно быть много. Соберем лица, лица, которые будут, возможно, что-то говорить. Идея будет в том, что заключается в том, что кто-то будет говорить в начале, какие-то монологи, какие-то слова. Ну, есть мысли, пока это на уровне еще каких-то предположений. И в дальнейшем мы будем снимать какое-то видео, какое-то уже масштабное видео. Мы сейчас собираем людей, все, которые готовы к нам за идеей участвовать. Вот что-то такое будет, не знаю, как это называть, глобальный флешмоб или что-то такое. В том, в чем будут задействованы большое количество детей. Я думаю, по максимуму, скорее всего, подростки, потому что это уже такой возраст, когда мы уже осознаем что-то, начинаем уже предполагать, и уже готовы протестовать, готовы высказывать свое мнение, есть свои мысли по поводу того, что происходит в мире. Но я думаю, мы деток тоже подключим каких-то маленьких, потому что у нас для всех найдутся какие-то строчки. И вот 21 числа будем ждать деток, желающих себя попробовать на кастинг. Учитывая такую, скажем, нестандартность проекта, надо, чтобы они в любом случае понимали, куда они идут. То есть это не солнечный круг, небо вокруг, хотя, безусловно, смысл-то тот же. Смысл тот же. Мы все хотим детства, мы все, мы, я говорю, от лица. Все хотим детства, мы все хотим, мы все хотим, чтобы у нас были родители. Мы имеем на это право. Мы не должны быть заложниками ваших каких-то непонятных игр. Я знаю, что планируете концерт какой-то, расскажите о нем, пожалуйста. Куда, где, когда можно прийти на него, что там будет. Я вот сейчас эту информацию вообще нигде не оглашала, прям официально. Но, конечно, стоит немножко упомянуть, скажем, об этом. Хотя никакой официальной информации об этом нет. Действительно, я хочу, хочу очень давно. И после съемок клипа это желание утвердилось. Появилось гораздо больше людей, которые ждут от меня живого выступления. И я сама безумно хочу это сделать, потому что я делала это всегда очень редко. Это были вот такие вот... Мини-концертики. Да, мини-концертики. Это никогда не было спланировано. На меня обижались, почему я никого не звала. Это всегда было вот так. Захотелось. Импровизация. Теперь я хочу сделать все иначе. Я хочу об этом огласить. И я оглашу об этом обязательно позже. Конец марта, начало апреля. Муми Троль бар. План такой. Пока так. Пока план такой. И я обязательно как-то придам этому огласку нужную. Вот когда уже точно будет дата, уже вот все, начали готовиться к этому массово, начали пускать в печать какие-нибудь... Флэйра. Флэйра. Да. Ну то есть для меня это очень важно. Для меня я хочу это огласить, но при этом для меня гораздо важнее, чтобы начинка была лучше, чем обертка. Ну то есть я хочу, чтобы сделать это вот так, как мне бы этого хотелось. То есть я надеюсь, что это все получится. Я думаю, что все получится. Публика сейчас счастлива. Я приду обязательно. И не одна. Нас будет много. Это точно. Команда. Да. Какие еще планы помимо концерта? Сейчас, с начала года у меня вот какой-то творческий большой порыв, подъем. Я столько всего уже написала. У меня планируются дуэты с разными ребятами. У меня хочу делать... И вот сейчас я написала песню, одну из песен, их много на самом деле, но одна из песен, она простая, казалось бы, на первый взгляд, но она затрагивает мои какие-то глубинные, какие-то механизмы, кнопочки. И я твердо настроена на то, чтобы сделать ее просто под пианино, просто под пианино, просто играть, никакой аранжировки. Хочу просто играть ее и петь. Да. И я думаю, надеясь на то, что мы, может быть, снимем какое-нибудь видео, такое же простое, одно помещение, то есть либо это сцена и рояль, либо это комната и пианино. Ну, то есть какое-то одно помещение, и просто я сижу, играю и пою. Вот я вот хочу это сделать как-то так. И она родилась у меня буквально несколько дней назад, и вот сегодня, если нам предоставится возможность, я ее сыграю. Это будет такая премьера. Конечно. Вот как раз у нас, к сожалению, заканчивается время. Песню мы сейчас обязательно послушаем. А я напоминаю, что это была программа «Время говорить». Увидимся на восьмом. Увидимся на восьмом. Может, слишком внезапно, чтобы быть правдой. Только все же случилось, значит, так надо. Неисповедимы, запутаны, движения словно бледом укутаны. Я понимаю, утопаю в них. В его больших глазах. В которых усталость в больших глазах. Огромное солнце в больших глазах. Самую малость пусть снова забьется. В его больших глазах. Отбросив прошлое, забыв про страх. И все на свете. И все на свете тону, но так осторожно, чтоб не заметил. Погружаясь в эту синюю бездну. Еще сопротивляюсь, но все бесполезно. Цепляясь за остатки сомнения. На дно путь это или к спасению. Понимаю, утопаю в них. В его больших глазах. В которых усталость в больших глазах. Огромное солнце в больших глазах. Самую малость пусть снова забьется. В его больших глазах. Отбросив прошлое, забыв про страх. И все на свете тону, но так осторожно, чтоб не заметил. Чтоб не заметил. Чтоб не заметил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...